Приветствую всех дорогие друзья на канале Gadgetmania. Сегодня мы будем разговаривать о двух смартфонах от компании Meizu. Это двухлетний флагман Meizu MX4 Pro и Meizu M3 Note. Новинка, достаточно новый аппарат от этой компании. Это будет такое небольшое сравнение по обычному использованию, каждодневному использованию. И вместе посмотрим, какой же из этих аппаратов выигрывает и стоит ли переплачивать даже несколько десятков долларов. Может быть есть смысл купить музыкальный флагман, либо все-таки остановиться на среднебюджетном устройстве 2016 года. Это новое видео, мы начинаем. Поехали! Друзья, перед просмотром данного видеоролика хочу вам порекомендовать наш купонный сайт gadgetmania.ru. Сейчас проходит розыгрыш совместно с каналом, с нашим одноименным Gadgetmania и купонным сайтом gadgetmania.ru. До 1 августа вы можете выиграть один из трех интересных призов. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Итак, все банально просто. Перед нами два смартфона. Мы не будем углубляться в более подробные технические характеристики. Если посмотреть по производительности, даже учитывая двухлетнюю разницу между смартфонами, можно увидеть следующие результаты. Но опять же стоит учитывать, что в левой стороне у нас Meizu MX4 Pro 2014 года. С правой стороны у нас, соответственно, Meizu M3 Note 2016 года. Здесь установлено 2К разрешение экрана. Здесь установлена Full HD матрица. И мы видим следующие результаты в Geekbench 3. Мы видим следующие результаты в Antutu тесте. И теперь для чистоты экспериментов мы выгрузим все фоновые приложения из обоих смартфонов. И попробуем посмотреть на обычное использование, каждодневное использование, открытие тех приложений, которые, в принципе, использует каждый юзер Android смартфонов. Итак, давайте посмотрим на то, как он открывает Instagram. В принципе, вы видите, что Meizu MX4 Pro, конечно же, выиграл в этом. Давайте откроем тот же YouTube. Еще раз. Meizu MX4 Pro немножко открыл быстрее все это дело. Давайте откроем ВКонтакте. Немножко у нас нечестное будет суждение. Еще раз выгружаем все приложения. Открываем ВКонтакте. Вот таким образом мы еще раз наблюдаем о том, что смартфон с левой стороны Meizu MX4 Pro немножко быстрее все это отобразил. Откроем обычный Яндекс.Браузер. В обоих смартфонах установлена бета-версия данного приложения. Еще раз мы смогли наблюдать о том, что смартфону к летней давности оттыл обычное приложение, которыми пользуются каждый день чуть-чуть быстрее. Давайте посмотрим на работу камеры. Готовность снимка в Meizu M3 Note, надо признать, открылась чуть-чуть быстрее. Готовность к снимку. Ну а теперь посмотрим на то, в чем смартфоны в основном начинают фризить, глючить. И в принципе можно отследить именно быстродействие смартфона по интенсивному использованию некоторых приложений. Стоит обратить внимание на то, что Meizu MX4 Pro установлена на 3 гигабайта оперативной памяти. В Meizu M3 Note здесь версия на 2 гигабайта оперативной памяти. Давайте откроем Instagram. Еще разочек. Здесь, соответственно, уберем все лишние надстройки и посмотрим, как у нас обычное листание. Сначала на Meizu MX4 Pro. Да, это все юзается, но есть небольшое, скажем так, плавное, то есть отработка анимации достаточно плавная. Тут судить только вам. Хотелось бы, конечно же, немножко сделать поправочку. Я рассказал про оперативную память, и вы, наверное, сами знаете, что здесь 3, а здесь 2. Но стоит также учитывать тот факт, что здесь 2К экран, а здесь Full HD экран. Мне показалось, что на Meizu M3 Note немножко юзается все это поплавнее и побыстрее. Давайте еще раз выгрузим все приложения из фона. И попробуем открыть YouTube. Meizu MX4 Pro открылся, конечно же, быстрее здесь. Не стоит даже об этом спорить. Посмотрим на скролл. Так как у нас Meizu MX4 Pro подгрузился немножко быстрее, конечно же, пролистывание, то есть уже кэширование, картинки и обработка информации идет немножко быстрее, но при этом, когда Meizu M3 Note у нас тоже, соответственно, информация обновилась и подгрузилась, я вижу, что... Но опять же, тут стоит учитывать, здесь установлено кривое защитное стекло, здесь не установлено ничего, но я признаю тот факт, что Meizu M3 Note в приложении YouTube, в стандартном приложении на Android смартфоне, листается плавнее и быстрее, чем Meizu MX4 Pro. Итак, друзья, если подводить какие-то выводы и решать, советовать вам, какой смартфон приобретать в 2016 году, стоит обратить ваше внимание на то, что производители в каждый год выпускают смартфоны для того, чтобы поиметь все больше и больше денег с нас потребителей, и надо признать тот факт, что смартфоны в 2014, 2015, иногда даже в 2013 году, выпущенные в этих годах, они еще те и могут, как говорится, показать себя с очень хорошей стороны, у них достаточно хорошая производительность для того, чтобы выполнять, в принципе, все современные каждодневные нужды Android-пользователей. Какой смартфон приобретать вам? Опять же, дело за вами. Я все-таки предпочел бы флагманские решения по звуку Meizu MX4 Pro, чем консюмерское решение современного видения в виде смартфона Meizu M3 Note. Оба этих смартфона прекрасны, оба этих смартфона стоят своих денег. Ссылочки на тот или на другой смартфон будут в описании под этим видео, на интересные предложения. Большое спасибо, что посмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Конечно же, поставьте лайк этому видео, поделитесь со своими друзьями, пусть и они знают, что можно купить смартфон выгоднее и дешевле. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте, пользуйтесь нашим купонным сайтом gadgetmania.ru, вступайте в наше сообщество союз блогеров bloggersclub.ru и оставайтесь с нами, мы совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok